Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Пьер Реверди, французский поэт, из семи церковных скульпторов-резчиков по камню. Учился в Тулузе и Нарбоне. В 1010-м прибыл в Париж. На Монмарте встретился с Аполлинером, Максом Жакобом, Бретоном, Арагоном, Супо, Цара. Сотрудничал с Пикассо, Браком, Матиссом, Лораном. Я пользуюсь данными небольшими, которые я нашел в интернете в Википедии. Поэзия этих лет «Кройленые плитки» — 1917, «Осколки неба» — 1924. Поэзия этих лет была вдохновлена кубизмом в живописи. В первом сюрреалистическом манифесте Андрей Бретон назвал Реверди величайшим поэтом того времени. По словам Луи Арагона, для Бретона Супо Элюара и его самого, Реверди был непосредственным старейшиной, образцовым поэтом. В 1917-18 годах издавал журнал «Север-Юг», где печатал дадаистов и сюрреалистов. 16 номеров журнала были опубликованы с 15 марта 1917 года по 15 октября 1918. В 1926-м Реверди отказывается от богемного мира, сжигает многие из своих рукописей перед собранием друзей. И вместе со своей женой Генриетой переезжает в небольшой дом, расположенный в непосредственной близости от Салемского аббатства святого Петра. Политический авторитет Реверди у современников на протяжении десятилетий оставался беспортом и непогрешимым. А одни из самых прочных и глубоких отношений связывали Реверди с модельером Какко Шанель. Их романтическая связь длилась с 1921 по 1926 год. Однако и после разрыва они продолжали поддерживать дружеские отношения в течение почти 40 лет. Шанель укрепил уверенность Реверди в собственном таланте, поддержал его творческие способности и в дальнейшем помогал их смягчить его финансовую нестабильность, тайно купая рукописи поэта через своего издателя. Считается, что известные афоризмы, приписываемые Шанель, были созданы при участии Реверди. Умер в возрасте 70 лет 17 июня 1960 года. Вот так вкратце о французском поэте Пиелли Реверди. Сейчас я хотел бы прочитать несколько его работ. Утерянный след вместо взлета. Перевод Владимир Корман. Я простерт под завалами пепла и праха. Ты на золоте крепко вколоченном в твердь. Мне отрезан возврат в бездну горя и страха. Я уж на небе нынче превыше, чем смерть. Я навек убежал от отчаянной тмищи. Мне уже не вернуться, дошел до конца. Мне нигде на земле не найдется жилище. Соль земли проступает чертами лица. Ты ж попробуй и эхо твоей несвободе. Черной скуки твоей поищи меж теней. В мрачном сердце твоем и во всем небосводе. Чтобы было слышней. Следующее называется бегство без направления. В поезде крылатом голоса не слышно. Терновик бесконечный потухшего неба. Грохот, грохот, грохот. Если в недвижную землю горизонт закроется. Все переменится, все перестроится. Убежать от воли ветра, что ложится прямо в строчки. Все обломанные ветки по пути твоей поездки. Все отметки километров мертвые хранят дорогу. И все звезды, что погнили в придорожных мертвых водах. Это птица, что пропела всех на ветке черной ночи. Темный плод, что собирает ветер с дерева ночного. Слово, что еще упало под конец летящей песни. Имя этого предмета и огонь былого дома. Следующее называется намада. Дверь не откроется. Рука промахнется. Стакан разобьется. Лампа попыхивает. Искорками, что вспыхивает. Небо черное, самое под небесами. Несколько тварей, не отбрасывающей тени. Око, былых преступлений. Дом, в котором никто. Следующее называется рождение бури. Все круглое лицо в пасмурной стороне неба. Меч, карта полушарий. Под подкрывалами духа самые длинные веки. В комнате напротив облако пробьется. Ночь выйдет вспышкой. Следующее. Отставший от жизни. Нежен я. Нежен. Суров я вроде. Бессонница теряя время. Видение без сна приходит, уходит. Повсюду, где я прохожу. Я ничего не нахожу. Я не ухожу. Я никуда. Разве только в никуда. Приношу я то, что скрыто. И что тайнами покрыто. Выше тайных тайн. Там, где молния летает. Сердце каждый слог вздыхает. И где жизнь моя стекает, вниз бежит и убегает. Чуть малейшая беда. И вот, пожалуй, последняя работа в переводе Елены Березиной. Утро. Ползет на право тень под золотом намытым. В бесчисленных ажурных складках неба, которыми голубизна прошита. И верно, эта призрачная ткань. Достаточно прозрачно и к лицу окну, забившему ресницами от ветра, движение, воздух, свет, растушевали лето. И вот немножко прозы под открытым небом называется. Я, кажется, потерял ключ, и все вокруг надо мной хохочут. И каждый мне тычет в глаза свой огромный ключ, висящий на шее. И только я не могу открыть ни одну дверь. Все разошлись и позапирали ворота. Улица приуныла. Вокруг никого. Я, начиная стучаться повсюду, оскорбления брыжут из форточек. Я ухожу. И тогда за городом, на границе реки и леса, я обнаружил дверь. Просто дверной правил. Без всяких замков. Я вошел и попал в ночь, у которой нет окон. А есть лишь тяжелый палок. И там под охраной реки и леса я смог наконец поспать. Следующий отрывок называется «Гладильщица». Когда-то руки гладильщицы ложились на слепительное белье, как розовые острова. Но здесь, в прачечной, рядом с докрасно раскаленной печкой, кровь ее потихонечку испарилась. И сама она становится все белее. А ее все труднее разглядеть в клубах пара, в сияющих волках, кружев. Ее светлые волосы колышутся в воздухе, как локоны света. Утюг продолжает свой путь, вздымая над бельем облака. А душа порхает вокруг гладильной доски. Душа все еще пытается выстоять, суетиться и скрывается под утюгом в несколько раз, как простын. И муж вычет какую-то песенку. Но никто ее не замечает. «Неприметный человек» называется. Этот отрывок. Свисток и состав тронулся в вид в дыму, слившемся с низкими облаками. Это длинный заплаканный поезд. И на каждом перроне все новые расставания. И все новые руки машут платками вслед. А этот совсем один. И очки его помутнили от потоков чужих слез. Или от линии, бьющего по стеклу, которым он прижался лицом. Он ни от кого не уехал. И никто не будет встречать его на вокзале. К тому же о своих странствиях он молчит. Он не умеет рассказывать о краях, которые видел. Может быть он ничего не видел. И почувствовав на себе чей-то взгляд, опасается, как бы не начали задавать вопросы. И опускает глаза или смотрит в небо, с которым сливаются все новые облака. На станции назначения, не выражая ни радости, ни нетерпения, он в одиночестве отправляется в ночь. И видно, как временами, выныривая под фонарями, он пропадает вместе с маленьким чемоданом. Рядом с ним никого. Или кажется, что никого. И все-таки что-то движется вслед за ним. А может и кто-то со странными очертаниями его тени. Ну вот так вот. Вкратце, конечно, немного о французском поэте Пери Риверди. Пока-пока, до свидания. Всего хорошего. Узнали что-то новое. Субтитры создавал DimaTorzok